В России ужесточили проверку граждан, которые впервые получают лицензию на оружие или продлевают уже действующее разрешение. Новые правила прописаны в законе об оружии и вступили в силу весной. Об изменениях в законодательстве, правилах хранения и использования оружия смотрите в репортаже нашей съемочной группы. Чтобы получить лицензию на гражданское оружие, гражданин России собирает пакет документов. Заключение об отсутствии в организме человека наркотических средств и медицинских противопоказаний к владению оружием. Также необходимо пройти подготовку и проверку знаний правил безопасного обращения с оружием. Для приобретения гладкоствольного оружия понадобится охотничий билет. Со всеми документами и заявлением нужно обратиться в отделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту жительства. Сделать это можно лично или через портал госуслуг. Очереди нет. Все в электронном виде. Документы можно подать в электронном виде, заранее записаться. Сотрудники могут отзвониться. Когда все готово, приходите, получайте. С 18 лет можно приобрести газовое, спортивное или сигнальное оружие. Такое право получают и граждане, которые проходят военную службу, и граждане, имеющие воинские или специальные звания. В остальных случаях минимальный возраст повышен до 21 года. Елена Геннадьевна, ваша лицензия уже готова. Значит, смотрите. По порядку. После приобретения оружия в двухнедельный срок вы обязаны подать заявление на получение разрешения на хранение и ношение. К заявлению прикладывайте лицевую и тыльную сторону лицензии с указанным оружием. Лицензия, она действует полгода. Это как раз момент для того, чтобы приобрести оружие. И потом в течение двух недель необходимо ему зарегистрировать. После регистрации он опять же подает гражданин, подает по месту жительства, территориальный орган, подает заявку на регистрацию. Ему уже выдают разрешение на пять лет. Не реже, чем раз в пять лет сотрудники лицензионной разрешительной службы проверяют условия сохранности оружия. В целях безопасности оно должно храниться в сейфе или в деревянных ящиках, обшитых железом с запирающим устройством. Сотрудники Росгвардии проводят проверку и при получении лицензии, продлении разрешения или его переоформлении в связи с переменой места жительства. Если разрешительные документы вовремя не продлить, к владельцу оружия применят меры административного наказания. Будет составлен административный протокол за нарушение продления хранения и ношения. То, что не вовремя обратился в подразделение территориальной лицензионной разрешительной службы с необходимыми документами. Оружие будет, конечно, при выявлении, будет изъято, если он нарушил сроки. При стрельбе в общественных местах нарушители могут привлечь не только к административной, но и уголовной ответственности. Сергей Староверов отметил, что в Люберцах таких случаев почти нет и напомнил жителям округа об изменениях в законодательстве. В федеральный закон об оружии внесены изменения, где граждане, у которых есть в собственности охолощенное оружие, до 29 июня 2023 года должны поставить данное оружие на учёт. Если не поставят, то к ним будут применены меры административного характера. Люберецкое отделение лицензионно-разрешительной работы обслуживает население городских округов Люберцы, Дзержинские, Латкарина и Котельники. В настоящий момент на учёте состоят 10,5 тысяч владельцев гражданского оружия.